Всем большой привет! Сегодня я приготовлю печенье, которое обязательно понравится вашим деткам. Для этого мне понадобится сливочное масло. Если не масло, можно взять маргарин. Я готовила и на маргарине, и на масле. Получается одинаково вкусно. Масло должно быть комнатной температуры. В масло я всыпаю сахар и немного перетираю. Теперь добавляю 2 желтка. Добавляю 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку майонеза. Можно использовать либо сметану, либо майонез. Добавлю 1 чайную ложку разрыхлителя и сразу всыпаю муку. Ну что, тесто у меня готово. Посмотрите, какое оно должно получиться. Теперь я это тесто уберу в холодильник на минут 30. Я сегодня буду использовать вот этот шприц кондитерский. Очень-очень много здесь насадок различных. Посмотрите, можно разные печеньки выдавить. Очень красивые получаются. Самое важное подобрать нужный рецепт. Рецепт сегодня я вам показала. Сейчас я покажу, какие красивые получаются из этого теста печеньки. Тесто получилось желтым, потому что сегодня я использовала домашние яйца. Специально купила домашние яйца. Желтки были, как вы видели, очень желтыми. И тесто, соответственно, получилось просто желтое. Видно, да? Сейчас это тесто я помещаю в кондитерский шприц. Значит, возьму я вот такую насадку. Значит, поставила шприц перпендикулярно. Делаю раз, два. И вот такой вот цветок получился. Ну что, посмотрите, какая красота получилась. Такое печенье даже не стыдно поставить гостям, тем более приготовленное своими руками. Я думаю, и детки ваши тоже будут просто в восторге от такого печенья. Посмотрите, какие они красивые. Все разные. Сейчас это печенье я поставлю в разогретую духовку приблизительно на 15-20 минут. Опять же, все зависит от вашей духовки. Если ваша духовка хорошо печет, то минут 10-15 будет достаточно. Все ставлю в духовку. И вот мои печеньки готовы. Это, наверное, лучше, чем покупать в магазине. Обязательно приготовьте этот рецептик, порадуйте своих детей. Получаются печенье очень хорошие, очень рассыпчатые. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!